Недавно еще освободившимся от мятежей мирских, советовать должно пребывать в безмолвии внутри стен обители или дома, и частыми выходами не расстравлять ран сердца через чувственные впечатления, и к старым кумирам греховным не привносить новых извояний. Трудно это безмолвие для отрекшихся недавно от мира, ибо тогда память приводит в движение всю хранящуюся в ней нечистоту, не имев доступа делать это прежде по причине множества дел, непрерывно чередовавшихся. Но так бывает только в начале, со временем же безмолвие, вооружившись терпением, совсем освободить ум от смущения скверными помыслами. Ум, едва только уклонившихся от греха, подобен телу, начавшему восстановляться в силах после долговременного недуга, для которого, как не укрепившегося еще совершенно, и маловажным повод может причиной возвращения болезни быть. Силы его еще слабы. Почему должно бояться, чтобы не возвратилась страсть, если кто даст ей повод раздражиться, дозволяя себе кружиться в толпе народной? А крепшим и возмужавшим подвижникам можно и сюда смело выходить на брань. А кто не в состоянии еще бороться, тот, пусть в безмолвии оставаясь дома, находит в себе безбедную безопасность. Когда бывает истинная внутри тишина, и не только движения страстные, но и воспоминания о них утихают, тогда душа, мирно в себе пребывая, имеет возможность усматривать впечатленные прежде и кроющиеся в ней образы, вступать в борьбу с каждым из них и исторгать их из сердца. Когда же образы приходят одни за другими, тогда невозможно изгладить прежних отпечатков, потому что мысль занята новыми образами, которая при непрестанном влечении помрачает душевное зрение. Как желающие ложа реки увидеть сухим, никакой не получат пользы, исчерпая воду на том самом месте, на котором, по их мнению, лежит искомое имя, потому что опустевшее место точно вновь наполняется протекающей водою, а когда преградят течение воды сверху, без труда откроется дно, так как оставшаяся вода течет сама собою и сухую оставит им землю для делаемого исследования, так удобно бывает истощить впечатленные образы страстей, когда чувство ничего уже не доставляет от вне. Когда же, подобно потоку, дают они новые и новые впечатления, тогда не только трудно, но и невозможно совершенно очистить душу от страстных образов и движений. Пророк повелевает истребить семя от Вавилона. Иеремии 50, 16. Для нас в этом совет истреблять образы, пока еще они во влагалищах чувств, что, упав на землю сердце, не дали ростков, и, напаяемые дождем, часто с ними собеседований принесли плодов зла. Другой же пророк даже ублажает тех, которые не дожидаются созрения страстей, но истребляет, пока они еще походят на младенцев, питающихся сосами, говоря, блажен, который возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Нечто подобное означает и сказанное Иовом. Мраволев погиб, потому что не имел брашна, 4, 11. Видно, что великий Иов, желая изобразить злокозненность страсти, изобрел для нее сложное наименование «мравий» и «лев», составив ее из имен самого сильного льва и ничтожнейшего всех тварь и муравья. Потому что прирожение страстей начинается тонкими помыслами, неприметно вкрадываясь наподобие муравьев, но после разрастается и делается для подвергающегося этим прирожениям, не менее опасными, как и нападение льва. Почему подвижнику надлежит поборать страсти, когда они приступают еще как муравьи, приманкой имея свою ничтожность? Ибо если успеют достигнуть силы льва, делаются непреоборимыми и сильно беспокоятся. Тут отнюдь не должно давать им пищи. Пищей же их, как уговорено уже было неоднократно, служат посредством чувств входящей образа страстей, которые питают страсти, каждый вооружая против души своего кумира. 70. И в храме законодатель устроил окна решетчатые, из Икиля 41.16, означая этим, что вознамерившихся сохранить сердце свое чистым, как храм, подобно тому, как там решетчатыми окнами сделано, что ничто нечистое не могло входить внутрь, должно оградить чувство страхом будущего суда, как решеткой, которая прекратала бы вход вновь врождающимся и вторгающимся внутрь нечистым образом. «Кто во время борьбы с раздражающим страстное движение, зрением в состоянии, страхом угрожающих в будущем наказании, привести себя в столь напряженное противоборство, с каким обуреваемой в море борется с волнами, тот без труда одолеет поборающих его, нечувствуя наносимых ударов, так что скажет, били меня и не чувствовал, поругались мне, а я не разумел». Притча 23-35 «То есть они били меня, думая, наругаются, а я и не чувствовал ударов, потому что стрелами младенцев были язвы их». Солом 63-8 «Не обратил я внимания и на обольщение их не показал и вида, что замечаю присутствие их. Отрекаясь от мирских дел, нет пользы для тех, которые не остаются при своей решимости, но снова увлекается и уступает к помыслу, и часто возвращается к оставленному. Обличая тем пристрастие к тому, как жена Лотова, которая, озревшись в пять, стала стол соляной, во вразумление подобных людей. Частое склонение к тому, от чего мы удалились, без сомнений повлекут в пять от неустановившегося еще доброго навыка, и ослабляя стремление вперед, всецело опять привлекут к себе и заставят возвратиться к прежним худым делам. Старая недобрая привычка от этого еще более усилится, едва ли позволит снова возвратиться к началу, было навыкновению, к начатому, в добрых нравах. Ибо от привычки происходит навык, а навык обращается в природу. Превратить же и изменить природу трудно. Посмотри на душу, следующую своим привычкам. Как она восседает на идолах своих, как пригвожденная к ним. Не могу, говорит, встать перед тобой, ибо у меня обычная, женская. Бытие 31.35. И душа, с давнего времени упокоивающаяся делами житейскими, восседает на них, как на идолах, и прикована к ним, так что расстаться с ними не может и не хочет. Святые Божии убегали городов, зная, что обращение с людьми развратными гораздо плитворнее заразительной болезни. Илия, оставив Иудея, обитал на пустынной и наполненной зверями горе Кармильской. Учитель этому подражал в пустынолюбии ученики его Елисей. И Иоанн жил в пустыне Иорданской, питаясь акридами и диким медом, в показании, как нетрудно удовлетворять потребностям телесной жизни. А может быть и Моисей нечто подобное предвозвещал, давая израильтянам закон, собирать манну только на один день, чем внушалось, что заботу о человеческом содержании должно ограничивать одним днем. Да и все святые, которых не достоин мир, оставя обитаемую вселенную, в пустынях скитались, бегая благовидных человеческих пороков, чтобы силой их стремления как потоком не увлечься в общее течение мирской жизни пагубной. Сотворены мы по образу Божьему для того, чтобы, сохранив в себе черты онова и тем, которое взирает на нас, отличным житием представлять ясные признаки богоподобия. Я, говорит Бог, щедр и милостив, долготерпелив и много милостив, и соблюдаю правду. Вот черты божеского лика. По ним узнается и душа, причастившаяся к богоподобию, и ставшаяся родственную с божеством. По любви к Богу возревновала полноте совершенства богоподобного и воспрещаемая узами связующего его тело. Восприемлет она труды на труды и стремлений к очищению себя, пока преуспеет приобрести то, чем отличается божеское естество, благость, долготерпение, доброту и человеколюбие. И является тогда она малым, чем умоленную пред ангелами. 75. Кто убегает в мирской мятежности, не допускает себя до тревог житейской суетности, уклоняется от сообщества с людьми легкомысленными и необстоятельными, дома большую часть времени проводит в безмолвном молитвах, в изучении словес Божиих, при редких выходах из дома виден степенным, кротким, нераздражающимся, сострадательным, братолюбивым. Такого кто не назовет подлинно Божиим ревнителем, истинным образом и подобием Бога, озаренным божественными лучами Божьей благости, и свое Богу подобление светло, проявляющим добродетелями, как привлекательнейшими какими цветами. Вот отличительные черты Бога и человека, ревнующего об уподоблении Богу. Тихость, незлобие, негневливость, независливость, благотворительность, сострадательность, непамятозлобие, добролюбие, доброта, почтительность, бледение пользы других, общительность, услуживость, нелюбочистие. Коротко сказать, все, в чем обиве благости, является Бог, который солнцу своему повелевает сходить над добрыми и над злыми, и дождю проливается на праведных и неправедных. По этим чертам узнается, старающийся быть подражателем Богу. Достаточно было бы и этого указания, чтобы благопокорных научить совершенной жизни. Но, зная, как иные с трудом приводятся к тому, святой Павел многими внушениями старается искусно отвлечь нас от суеты, возбуждая ревность нашу разными похвальными наименованиями. То, говорит он, храм Божий вы есть, то, как чадо света ходите, то достойно благовествованию Христову жительствуете, то тела ваши есть члены Христовы, то в одном месте называет нас святыми и непорочными, а в другом невинными и целыми чадами Божьими непорочными. Филиппийский 2, 15. Обо всем этом говорит он, как о находящемся в нас, о находящемся, хотя того нет еще в нас, с той целью, чтобы, ужаснувшись, как бы такие похвалы не обратились нам в укоризм и посмеяние, если не оказываемся такими, возревновали мы всей ревностью соделаться и пребывать такими. Почему святой апостол не ограничивается одними этими похвалами, но приписывает и разные способы и меры, как можем мы достигнуть в мужа совершенного, в меру возраста исполнения Христова. Прежде всего требует он, чтобы мы умерли и распялись для мира, так, чтобы немало не ощущать ни наслаждений, ни скорби и мирских, умерли, говорит он, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, желая показать, как живутся восстающие со Христом, вышнего взыскующие, горне мудрствующие, умершие от стихи мира и не живущие уже более по ним. Еще он говорит, представьте себя Богу, как воскресшие из мертвых, желая, с одной стороны, чтобы мы умерли именно тому, чем в действие приводится страсть и плоти, походствующие на духа, с другой же повелевая жить тому, чем совершаются дела добродетели, в благоугождение Богу. Поэтому-то и жертвы и живое именуют умертвивших члены земные и ходящих в обновлении жизни, ни к худу движимых, пожертвенному умертвлению и ни праздными, пребывающих для добрых дел. Потому что, будучи жертвой и живое, не утратили на то силы, но как светущую и юною пользуются ею против враждебного и изданного мудрования плоти, не увлекаемые уже всеми неразумными пожеланиями, так как совершенно перешли из телесной жизни в духовную и живут не плотью, но духом. К тем, которые были обложены плотью, перестали уже быть тревожены ее требованиями беспорядочными, говорит апостол, вы не по плоти, но в духе. Потому что грех не царствовал уже в мертвенном теле их и не понуждал их насильственно слушаться собственных повелений, против воюя закону ума и обычно пленяя их неким законом, сущим в членах. Но воссарствовал закон духа жизни во Христе Иисусе, пленяющий их во всецелое послушание заповедям Христовым. В этом устроении они не услаждаются только лучшим по внутреннему человеку, но совершают его с готовностью отмстить телу всякое прислушание прежнее, допущенное в угодность ему противоположными тому трудами ради добродетели. Какое же это отмщение и как совершается? Этому так учит апостол. Представьте члены вашей врабы, как представляли члены ваши врабы нечистоте и беззаконию, в беззаконии, так ныне представьте члены вашей врабы праведности, святости. Как велик этот труд, знают те, которые, будучи преобладаемы привычкой, принуждены, бывает худой навык преобразовать в добрый. Велик труд, но не жалеющие себя преуспеют в этой благодати Божией. После многократных отступлений, многократных устремлений вперед, возмогают они, наконец, совсем отступить от худых влечений, которым преданы были, и все расположение свое вполне обратить от худшего к лучшему, чтобы все члены употреблять против враждебных страстей, сделав их из орудий неправды, орудиями правды. 80. Прилагайте попечение о движениях мысли, наблюдая, как производит она воспоминания о вещах, пристрастно или беспристрастно принимая в себя представление этих вещей. Многие уступают страстям больше в помыслах, чем в действиях, невидимо с ними соглашаясь и ими услаждаясь. Внутренно они падшие, хотя видимых падений за ними не водится. И бывает, что иной по наружности кажется совсем безукоризненным. Сам, только сознавая укрываемую внутри гнусность и краснея от того, что невидимое противоположно видимому, истинно противоречит почтенной наружности и заставляет совесть справедливо стыдиться. Такое, чем отвечается от гроба, когда душа его помышляет о недолжном и полна срамных чувств. Не хуже ли даже она гробов? Гробы недолго заключают в себе зловоние, пока в теле остаются еще влаги. Но как скоро соки истощаются, пресекаются и зловоние. Сердце же, исполненное срамных помышлений, всегда внушает омерзение, будучи зловоннее гниющего тела, и само только наслаждается собственной своей срамотою. Как удовольствие и печаль следует за пожеланием, то за исполнением его, а это за неисполнением, а пожелание возбуждается ощущением, впечатлением от внешних вещей или помыслов о них, то, не допустившее этого последнего впечатления помысла, не дает места и первым пожеланий и удовольствия или печали, подобно тому, как сокрушивший голову змея, ущемленный во входе. За дверью оставляет все влекущееся за головой тело и ее, которое без сомнения взошло бы свободно в дверь, если бы выставившаяся вперед голова нашла себе свободный вход. Таков закон внимания к себе или трезвения. Если кто вожделевает худое что, то удовлетворит ли он или не удовлетворит свое вожделение, то и другое одинаково вредно для него, то есть как радость в первом случае, так и печаль во втором. Ибо печаль это не печаль по Богу, которая, по словам святого Павла, покаяние соделывает во спасение. И радость это не о Господе радость, как радуется веселящаяся с доброй совестью. Эта радость есть какое-то душевное обольщение, демоном внушаемое, как зависящее не от вкушения существенного блага, а от увлечения призраком его. Вот отличительные черты того способа, каким добродетель приверженного к ней умудряет идти к возможному приспиянию. Приспияние представляется не очень отдаленным, чтобы не показалось, будто бы добродетель хочет устрашать великим отдалением. Но не стоит оно неподвижно, чтобы могло быть уловлено преследующим. И это для того, чтобы он до смерти не прекращал своего усердия, но во всю жизнь усиливал старательность, распространяя ее на все. 84. Если и времени целой жизни недостаточно для попечения добродетелей, подвязающимся по причине противоборствующих сленов, потребна великая трезвенность, то при рассеянии и переменчивости мыслей, как нам успешно совершить путь столь долгий и трудный, и охранять себя от козни противников, которые многочисленны и не видны. И в оружие против нас употребляют наши страсти и чувства, не излагают нас тем самым, чем Божия благость вооружила нас в защиту против них. Поэтому необходимо быть внимательными и не увлекаться тем, что противником нашим поспешистует против нас. Это же очевидно, что не содействует нам к успеху в нашем подвиге, то служит в пользу противникам. 85. Какими помыслами должны водиться, намеревающиеся дать правильный ход своим мыслям? Внимай! Давид в одном месте сказал «Поучение сердца моего разума» 48.4 И в другом «В оправданиях твоих поучусь всегда». И еще «Поучусь во всех делях твоих и в начинаниях твоих вразумлюсь и делай так и вечно подвижный ум твой не будет иметь времени уноситься к ненадлежащему, но неотступно будет заниматься тем, углубление, во что заставляет наслаждение, доставляет великую пользу, увеселяет чувство зрением, а душу созерцанием. Страница 303, второй том добротолюбия. Преподобного Нила Синайского, шестое, «Увещание к монахам». Из патрологии Мини, том 79, страница 1236. Первое. Неумеренность пищи пресекает пост, а блудную походливость отражает самообуздание с молитвою. Сребролюбие матери новослужения подавляет нестяжательность, заботу же о потребах тела отсекает надежды на Бога. Блуждающий ум остепеняет чтение словес Божьих и бдение с молитвою. Набег гнева укращает благодушие псалмопение. Уныние прогоняют терпение и слезы, печаль же мирскую заставляет молчать отвращение от чувственных удовольствий. Страннолюбие подается смиренно мудрием и нелюблением любоначалия и преимуществ перед другими. Гордость же это древнее зло мерзость перед Господом, то, чему Бог противится, усмиряет только безмерное смирение, говорящее «Я земля и пепел». Еще «Если не Господь созиждит дом, напрасно трудится зиждущий, напрасно бодрость предстерегущий». Как невозможно очистить мутную воду, не сделав ее неподвижной, так невозможно монаху узнать свое устроение внутреннее без безмолвия. Как невозможно ротоборству венчаться венцом победы, не вступая в ротоборство, так невозможно быть христианином без подвигов. Как невозможно чашам весов стоять ровно, когда одна обременена тяжестью, так невозможно исполнить заповедь Божия, когда преобладает плотское мудрование. 10. Как невозможно научиться искусству, не упражняясь в нем усердно, так невозможно стяжать молитву, не приседя Богу в правости сердца, не стяжавши чистой молитвы, не имеет оружия в брани. Кто ходит нарядно, а между тем пуст от добродетелей Божьих, тот есть жилище демонов. Как не станет жить в доме бедняка царь, так Христос не возобитает в душе оскверненной грехами. Как запущенное поле возделается тщательным трудолюбием, так душа одичавшая во грехах, укращается, если станет жить по закону Божию. 15. Как камень глубоко в море лежащий недоступен прирожению волн, так и преуспевший в добродетелях и в них как бы погруженный, не будет поколеблен от дьявола. Как врач искусный точно придумывает врачерство для предлежащей болезни, так познание Бога, хранимое в уме и сердце, научает причастника своего, как соблюсти себя от подвигнуться. Как поток сам себе пролагает проход, так и грех, будучи воспринят, сам собой ведет стяжавшего его в пагубу. 18. Как оленю, попавшему в сети, нет удобства убежать, так не избежит греха и тот, кто похоти питает, вращаясь в мире своем. Ибо похоти лукавые и сладкие суть неудобно разрешимые узы. Как виноградную лозу, не дающую добрых плодов срубают, чтобы не занимало понапрасну место, так и от Господа искоренится всякий нетворящий плодов Духа Святого. 20. Как невозможно человеку, пораженному стрелою, остаться без вреда, так невозможно монаху, приявшему худой помысл, не быть уязвленным от него. Как человек, потерявший прямую дорогу, блуждает на чужой стороне, не зная, куда направиться, так блуждает и человек, неверующий в единосущную троицу. Как человек, на многое разделяемое, един есть естеством, так и Святая Троица, хотя именами и ипостасями разделяется, но естеством едино есть. Естества Божьи не постигнешь, хотя бы ты на крыльях воспарял к Нему. Бог непостижен, как Творец наш. 23. Как уготовляемый сосуд не знает естества того, кто уготовляет его, так и человек не может познать естества Божие. А Троица не испытуй, но веруй только и поклоняйся, ибо кто испытует, тот не верует. Стяжите премудрость, а не серебро, сотворите себе паче светлое одеяние Христа Господа нашего, нежели всякую весонную одежду, потому что стяжание не принесут пользы в день смерти. Как огонь поедает терния, так пожираем будет всякий грешник вечным огнем, но умереть не может, ибо будет мучиться бессмертно. Нет ничего великого в том, если мы сделаемся праведными, ибо в таком случае мы станем лишь такими, какими созданы были от Бога, вначале добрыми сильно. Живущий не по естеству, не соблюдает заповедей Божьих. Вся мудрость в том, чтобы бояться Господа. Всякая же наука, не учащая закону Господне, есть буйство и неразумие. Тридцатое. Не избавит от вечного огня вера и крещения без дел правды. Если ты сочетался со Христом, соблюдай заповеди Его. Если веришь в будущее, старайся заработать вечную славу и бойся меча огненного. Если же ты не соблюдаешь заповедей Божьих, то не называй себя верным. Всякая тварь повинуется воле Божией. Один человек дерзает не повиноваться тому, которым все было. Богу ничего мы не доставим, если соблюдем себя чистыми. Себе же самим стяжем жизнь вечную и наслаждение неизреченными вечными благами. 33. Не говори, не могу соблюсти заповедь Божию, по причине препятствий от отца или от матери, или от жены, или от чата, или от другого кого, ибо они не избавят тебя от гнева грядущего и от червя неусыпающего. Да будешь тебе всякий препятствующий тебе стяжание Бога и добродетелей мерзостен и ненавистен с таковым и не есть. Святой Ефрем Сирианин Краткое сведение о нем. Святой Ефрем родился в первых годах четвертого столетия в окрестностях Низибии или в самом городе всем от родителей небогатых. Родители воспитали его в страхе Божьем, но лета юности увлекли его к некоторым преткновениям нравственным. Отчего дали начало помрачать его верование в Божие промышления. Ему стало думать, что все в нашей жизни происходит случайно. От этих душевных настроений Божие проведение уврачевало его очень чувствительным уроком. Его обвинили в покраже овец и посадили в темницу. В одно время с ним посадили туда еще одного, а там нашли они третьего. Все они осуждаемы были в настоящем случае невинны. Проведя семь дней в этом заключении, святой Ефрем слышал во сне внушение, что хотя в этом случае он не виноват, но страдает за прежние грехи, равно за прежние же страж заключенники его. Проснувшись он рассказал сон другим двоим. И все, пересмотрев прошедшее, нашли, и прошли даром. Судья оправдал святого Ефрема, как это предсказано было ему опять в видении сонном. Это обстоятельство, восставив в сердце святого Ефрема полную веру в будящее над нами око проведения Божия, так поразило его, что он немедля оставил мир и удалился в окрестные горы к отшельникам, где стал учеником святого Якова, впоследствии великого святителя Незибийского. Под его руководством святой Ефрем упражнялся в подвигах благочестия, изучал Слово Божие и под влиянием того и другого совсем изменился в нраве. Вместо гневливого и колеблющегося сомнениями юноши, святой Ефрем является теперь здесь смиренным и сокрушенным пустынником, день и ночь оплакивающим свои грехи и совершенно преданным путям проведения. Святой Яков, зная высокие достоинства своего ученика и когда стал епископом, пользовался его способностями в деле управления церкви, поручая ему проповедь Слово Божие, обучение детей в училище, брал его с собой на Первый Вселенский собор в Никею и по возвращении делался участником распоряжения своих и молитвах от избавления города от нашествия Сапора Персидского. 337 год. По окончине святого Якова 338 год святой Ефрем вздумал посетить родину матери своей, город Амиду, находившийся тоже в Месопотамии и пробыл в ней несколько времени. Оттуда повлекло его в Эдессу желание поклониться тамошним святыням. И вот там хранилось ответное послание Христа Спасителя Кавкарю. Оттуда сделался известен нерукотворный образ Христов. Там почивали мощи апостола Фадея, просветившего верою царя, город и всю страну. А крест города просветала иноческая жизнь. Прибыв в этот город, святой Ефрем тут и остался. Не имея чем жить, он нанялся в работники у содержателя бани. Дело это не соответствовало его настроению и целям. Но он ждал указания свыше, которое и не замедлило. Свободно от молитвы и лежавших на нем работ время, он употреблял на беседы с язычниками. Во время одной из таких бесед случайно слушал его один старец из пустыни, который, судя по высокому достоинству этих бесед, справедливо заключил, что святой Ефрем не на месте. Почему дождав конца беседы, вступил с ним в разговор и узнав о его подвижнических стремлениях, предложил ему вступить в какую-либо из окрестных обители, на что святой Ефрем тотчас и согласился. Удалившись в горы, он нашел здесь все, чего искала душа его. Там много было великих подвижников, которых вся жизнь проходила в молитвах, псалмопении и словословии Богу. Они не имели другого убежища, кроме пещер, не употребляли и обыкновенной пищей, а питались единственными растениями. Видев все это, святой Ефрем со всем усердием восприял и себе такой порядок жизни, к трудам подвижническим и молитвенным предложил только неутомимое занятие изучением Слова Божия. Душа его скоро сблизилась с этими любителями пустыни, но особенно подружился он с подвижником Иулианом, который одинаково с ним был сокрушенного духа и одинаково любил изучение священного Божественного Писания. Непрестанно занимаясь изучением Слова Божия, святой Ефрем почерпал из него умиление и мудрость, но сокровища его познания по большей части оставались сокрытыми от других по смирению его, и может быть потому, что они были еще плод его собственных усилий умственных.